всем привет вы на канале цветули у светули меня зовут светлана дорогие друзья сегодня прогуляемся по моему цветничку расскажу вам я про свои почвопокровные растения некоторые из них уже нужно срочно обрезать делаем обрезку и будем ставить черенки с этих почвопокровников так что оставайтесь со мной я вам сейчас расскажу и покажу кто первый раз ко мне зашел на канал я живу на северо-востоке ленинградской области 250 километров от санкт-петербурга сегодня у нас 11 июня наконец-то у меня цветник расцвел начал заполняться растениями растения начали разрастаться а то так все было знаете лысенько скудненько вот смотрите вот так вот такая территория у меня занята под цветы вдоль забора растут у меня цветы и около дома потом у меня центральная центральный круглый цветник остальное все как бы вдоль забора вот так вот идет вот здесь у меня гортензии розочки и хвойные растения смотрите как красиво раскрашивает цветник флоксы почвопокровные шаловидный флокс разных цветов но смотрится просто изумительно я не очень люблю луковочные растения у меня тюльпаны посажены вот буквально в одном местечке вот в этом цветнички вот здесь вот от этих тюльпанчиков и до края цветника вот здесь вот такая полоска была в мае тюльпанов вот от этой полоски осталось всего лишь несколько штучек остальные тюльпанчики уже отсвели видите какой красивый и эти уже все отцветают и на замену тюльпанам пришел флокс шаловидный раскрашивает цветник своими красивыми цветами посмотрите как цветет обильно даже не видно листвы вот смотрите как здорово неприхотливое растение замечательно черенкуется покупала я его черенками не выращивала из семян вот такие картинки нарастают очень хороший цветок почвопокровник мне нравится здесь у меня уже обрезана но я засняла все для вас обрезана арабис сиреневый обрезан видео поставлю покажу как я это делала вот такой у меня цветничок по бордюрчик у рассажен флокс разных цветов смотрите какой сейчас он полном своем цветение практически везде уже открылся конечно он быстрее зацветает где солнечное место где солнце не попадает целый день там они там флокси конечно цветет попозже ну зато это все так знаете волнами здорово и вот там еще смотрите как здорово цветет по бордюру флокс таким растением можно украсить каменистые горки ракарии ну все что угодно бордюры да из таких растений можно сделать после стрижки ой после цветения я его подстригу и он тоже очень симпатично смотрится даже без цветов неприхотливый никогда у меня он ничем не болел и как бы вредители тоже его не особо любят также в этом цветнике у меня камнеломка сейчас цветет разных цветов у меня розовая красная и белая вот они с флоксом просто вот у них это гармония очень красиво смотрится вместе с флоксом зацветает гейхера кроваво-красная она такая низкорослая маленькая вот ближайшее время сделаю обрезку своей эрике эрика и семейства березковых цветет весной очень долго цветет вот такими красивыми цветами уже все цветочки отцвели надо ее привести в порядок обрезать она будет покомпактней красиво смотреться камнеломка у меня везде рассажена в этом цветнике как бы мне очень нравятся такие растения даже когда я и срежу цветы ну я всем своим растениям которые отцветают подделаю стрижку друзья вот я люблю когда 1 те это все компактно все красиво все прибрано камнеломку подстригу и все равно она будет очень выигрышно смотреться такой зеленая кучка очень красиво смотрится сюда же я подсадила однолетние растения немезия вот здесь вот у меня посажена красная это у меня очи так 40 к сожалению не скажу мне со мной поделились этот очи так зацветет желтыми цветами очень красиво и очи так скальный посмотрите набрал бутоны тоже будет свести желтым цветом смотрите какие он дает цветоносы интересны сам он такой маленький как такие у него стебли такие как кочечки такие зеленые а потом вот так вот вырастать вот такие цветоносы с цветами очень красиво когда еще бы много здорово короче говоря смотрится этот очи так и что еще хочу сказать когда вот он весной снег растает он весной выходит на солнышко он становится такой бронзовым вот такая красивая окраска а потом вот опять становится такой зелененький светло-зеленый интересный очень цветочек так дальше пошли смотрите друзья зацвет у меня посажены в том году из семян и берез беленький хотя я покупала там по моему несколько окрасок но у меня расцвел только белый но все равно здорово смотрится цветы такие красивые у него тоже хочу чтоб он куртиночкой такой на роз будет красиво смотреться такой почвопокровное растение у меня здесь дальше арабис белый подстрижный как уже сказала поставлю видео про то как подстригала а это у меня печеночница ранее весной тоже зацветает вот она одна из первых зацвела потом к ней присоединился арабис но так интересно смотрится когда синим цветом печеночница цветет и белый арабис очень красивое сочетание получилось здесь тоже эрика тоже отцвела подстригу обязательно это у меня гвоздика многолетняя набирает сейчас она у меня цвет как только цветет я ее подстригу и она будет такой серебристой кочечка расти сейчас конечно она такая лохматенькая но своя прелесть сейчас цветы только она распустит и очень будет красиво смотреться локс в этом году в этом месте у меня пропал прям такая знаете была куртина вся сухая сухая пришлось не ее ликвидировать и на его место я подсадила флокс который в том году поставила укореняться в череночник после стрижки и представляете вот вот такой прям кустик нарос у меня посмотрите какой куст того года нарос как он хорошо и быстро растет вот просто замечательно как говорится взяла и подсадила сразу же никаких проблем закрыла это пространство так бы все тут было открыто некрасиво обосмотрелась в этом году он конечно такое по сравнению с другими смотрится не не так шикарно и обильно цветущим до следующем году я думал здесь все пространство закроет будет очень хорошо смотреться вот еще камнеломка розовая было поярче как только распустилась сейчас уже такая бледно-розовая но все равно очень красиво смотрите какой у меня здесь кустик подсажен это это вероника низкорослая смотрите она тоже не невысокая такая с розовыми такими свечками будет свести дает цветоносы на ножки и розовые такие цветочки как свечечки очень хорошо смотрится вот смотрите здесь еще камнеломка цвет не потеряла она по розовее чем вот здесь так дальше друзья смотрите вырастила в том году и семян я так обрету вот такого цвета есть еще бритто синяя вот надо мне приобрести семена синие бред и и посадить посеять села на рассаду где-то я феврале месяце по моему или конец февраля начало марта или феврале вначале уже честно говоря не помню но на рассаду высевала и и потом вот рассада рассаживала зимовала она у меня здесь хорошо перезимовала и в принципе хорошо наросла тоже будет обрезка после цветения здесь что то у меня хорошо так цвел арабис белый но листочки нижние подсохли и знаете что хочу сказать после зимы его как бы немножко выпирает арабис но этот у меня с черночника присажен его не не выперло это я так посадила я его присыплю плодородным грунтом смешают торф перегной песок зим землю садовую и немножко его чуть-чуть присыплю чтоб не оголялись вот эти вот у него побеги вот видите они голенькие надо присыпать и такое свойство у него после зимы я практически все свои арабисы присыпаю они знаете такие развались ты бывают после зимы немножко его присыпешь кучку соберешь и он просто потом нарастает изумительно цветет хорошо себя чувствует неприхотливы девочки тут это растение не нравится очень радость так что еще и вам покажу сейчас зацвела у меня смотрите балеринка это такая герань многолетняя невысокая вот такие у нее резные листочки красивые и такие красивые цветы посмотрите какая хорошенькая поделилась со мной маленьким маленькими такими на раз двумя веточками светлана с канала у светлана лоди сад она у меня это третий сезон по моему растет в цветнике в том году было меньше намного в этом году уже наверное я ее буду немножечко как бы уменьшать в объеме потому что смотрю куртинка очень хорошо наросла надо немножко ее поубавить чтобы она не тут ничего не заполонила вот подсажен у меня сюда варигатный арабис тоже так цвел хорошо белыми вот такими цветочками но живут у нас все надо это мне все убрать так зацвела живучка голубыми цветочками посмотрите она очень тоже девочки агрессивно ее нужно контролировать у нее такие ползучие побеги обязательно если у вас нет места как вот у меня я все побеги вот сейчас уже она по земле начала их стелить я все все обрезала ножницами только вот она у меня как бы все побеги вверх смотрит по низу побегов нет я их все вырезала чтобы она никуда не у меня не ушла с этого места надо контролировать живучка она такая агрессивная она очень расползается ее нужно за ней нужно смотреть дальше вот такой это камнеломка теневая вот цветет вот такими разве цветочками цветет как и обычная камнеломка стебли у нее такие виде розеток таких вот плотных тоже такая интересная разрастается я ее периодически тоже уменьшаю в объемах чтобы она такая была компактная иначе она тоже пойдет везде расти куда ей и не надо бы идти интересно тоже цветок так как она зелено-желтым как варигатная такая ну на передний план конечно же все маленько все на передний план надо сажать чтобы ничего не закрывалась еще вот такой у меня почва по круг это очи так едки друзья он очень разрастается сильно прям везде ползет его тоже нужно контролировать иначе он все-все заполонит цветет такими желтыми цветочками так еще не сказала что вот после цветения ну как уже да вам говорила что после цветения все буду подстригать и и конечно же вот этот вот очи так скальный тоже буду выстригать когда он отцветет и гехеру буду подстригать когда она все эти цветоносы от трекут но кстати вот это гехера очень долго цветет кроваво-красная в этом цветнички вроде а еще не не все не все вам показалось здесь тоже у меня посажена вероника низкорослая но цветоносы на такие дают достаточно высокие выше чем за орлики нам за барбарисом вот это она уже несколько лет у меня растет в цветнике ну давно достаточно давно и такие у небольшие колоски хорошие такая вообще хорошая вероника но она мне все время закрывает мой барбарисик банан за год и как только она начинает отцветать я ее и быстренько быстренько обстригаю но в том году представляете из-за жаркого лета она мне за тела повторно и до осени у меня был закрыт барбарис вот так что ее сажайте как бы ну рассчитывайте на то что у нее веточки будут сантиметров может быть может быть 50 вот так вот такой высоты она даст цветоносы ну даст побеги а на концах побеги будут такие цветоносы форме свечки что вот барбарис не очень видно с этой именно стороны с другой стороны конечно видно но вот это не видно это мне конечно не нравится но уже пересаживать не буду так в этом цветнике все вам показала все почвопокровные растения всех в основном все здесь такие маленькие компактные потому что люблю все маленькое все компактно а вот еще один у меня есть так смотрите это барбин лог вот таким кустиком у меня растет а вообще он расползается по земле он такой стелющийся побеги у него ложатся на землю и он расползается в разные стороны я его нещадно тоже стригу и поэтому он вот так у меня вот такой компактные таким вот шарика можно сказать растет сейчас только цветочки отцветут тени я его тоже аккумуляторными ножницами весь выстрел и все побеги которые вот у него смотрите там на заднем плане такие длинные я все 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 по убираю чтобы он только в одном месте у меня рос дальше вот такой цветник гехеры на переднем плане флоксы шиловидные примула примула желтая примула ушковая это гвоздичка такая вот тоже со мной поделилась светлана с канала у светланы логи сад красными цветочками цветет очень хорошо размножается самосевом это гвоздика вот флоксы по бордюрчику вот так я рассадила в этом году или даже не в этом в том году по веточке веточка была одна прикопана и вот так веточки немножко стали чуть-чуть разрастаться хочу вот здесь все 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 чтобы все камушки закрылись флоксами здесь у меня в кашпо стоят растениях дальше цветничок вот такой у меня посажены барбарисы здесь гортензии розочки по бордюру подсадила я в том году вам уже показывала это и берез но это другой сорт у меня было два сорта это немножечко другой сорт хотя цветы практически одинаковые разные цветов покупала и разных как бы этих сортов но мне так кажется что только по спа по веточкам немножко веточки отличаются побеги отличаются друг от друга цветы не отличаются и берез вот так вот нарастет я думаю тут за сезон видите сколько дал поросли молодой а из зимы вышло вот такие ветки только на конце были побеги зеленые остальные ветки все лысые даже отсюда немножко отстригла веток думала пропадет вот такие побеги вышли из-под зимы представляете все улысая думала пропал все но он как-то вот так вот стелется видно ну пока пусть стелется он в принципе тут не мешает тут у меня гортензия будет рядышком она и это точно не закроешь флоксы подсадила камнеломка будет в следующем году думаю нарастет чуть-чуть хотя не знаю может быть отсюда камнеломку придется убрать то что здесь у меня барбарис карликовый маленький может быть и камневомка здесь не кстати вот такой и берез здесь немножко кустики другие побеги немножко покомпактнее они такие не дают не усы стебли они как-то вот так вот растут таким вот кустиком вот дальше девочки это у меня тоже радость но арабис махровый еще немножечко пусть подцветет это же я его скоро обрежу обрежу и поставлю укореняться тоже череночки потому что хочу его побольше развести в цветнике очень красиво цветет цветы как розочки прям вот это у меня однолетние цветы две немезии камнеломочка по бордюру и так вот тоже гейхира маленькая флоксики арабис варигатный камнеломка и вот такой вот у меня здесь такая куртиночка очиток едкий так дальше смотрите какая красивая камнеломка покупала ее у себя в городе два сезона назад была купила маленькой и она мне вот так вот и не разрослась плохо призимовала и в том году лето жарко было она под высохла но хорошо что не пропало надо размножать конечно такую красоту смотрите какие низкие у нее все такие цветоносы да такая вообще по сравнению с другими камнеломками или совсем надо вот сажать где-то на передний план что было видно сейчас у меня пока еще розы не разрослись ее в принципе видно но мне надо ее размножить я хочу еще в одно место где все таки буду ей любоваться побольше чем здесь есть не очень ли мне видно с окошком не по крайней мере в ее здесь не видно подсажена у меня здесь еще из семян выращенная бриетта куртиночка была совсем маленькая плохо призимовала сейчас вот немножко чуть-чуть наросла надеюсь на растет и весной зацветет пока еще розочки когда не наросли будет ее видно локсик по борту вот посадила вот сюда флоксик веточку одну с одной веточки вот такая куртиночка нарастает тоже была веточка с веточки уже вот прямо такой кустик это в этом году подсадила весной и здесь у меня флокс по бордюру смотрите какая шапка цветов вот как наросло все друзья вообще здесь в этом году было столько снега это вообще я думаю что флокс мы бедный весь спреет ну так это хорошо прямо нарос и мне кажется здесь прямо его это ему здесь очень хорошо в этом месте вот здесь и дорожка чистим все время но он тут прекрасно себя чувствует и нарастает из-под зимы флокс у меня в некоторых местах вообще вышел в ужасном состоянии особенно вот здесь и некоторые сорта некоторые сорта флокса это сейчас не знаю какого какого по цвету всегда плохо зиму они очень сухие выходят весной солнышко еще обжигает и столько я сухо сухого вырезала прям 10 литровое ведро думала что все флокс мой будет в этом году не будет свести в этом году был такой не очень хорошего качества и вида просто можно посмотреть видео у меня есть специальное видео снято по флоксу но посмотрите как прекрасно он нарос и цветет хотя вот не скажу чтоб я его чем-то кормила прям закормила ничего подобного в этом году я подкормила только некоторые куртинки которые вот там вот у барбариса растут и там подкармливала флокс и в круглой клумбе а вот здесь по бордюру что-то я даже не подкармливала что-то у меня руки так и не дошли и не дошли единственное что я делала знаете что я делала когда вот он набирал бутоны я подкормила плантофитом где формула ну короче говоря где больше всего фосфора и калия азота меньше дозировка я уж не помню как там в каких дозировках и все так никакими под корень не проливала только досталась круглой клумбе под корень потому что розык подкармливала и там по литру всего лишь там выливала под флоксы и вот там вот где барбариса еще раз говорю там тоже я под корень проливала и все остальные флоксики только по листу могу сказать что это неприхотливые обильно цветущие цветы пробежимся быстренько здесь камнеломка флокс на переднем плане гигерочка это опять же куртиночка гвоздики многолетней здесь побольше такая прям сейчас будет красота цветы красивые цветы вот такого будут цвета может чуть-чуть посиней опять же камнеломка гвоздичка вот такая красная скоро тоже зацветет ну и вот так это у меня барбарисик маленький так вот расцвечивает раскрашивает мой цветничок здесь у меня гейхеры хвойные растения это опять же эрика арабис варегатный и бересклет также в этом цветнике у меня посажены карликовые барбарисы и гейхеры к хвойным растениям подсажены маленькая карликовая тоже пихта еще камнеломка цветет сейчас к верескам подсажена когда отцветет выстребу и она тут будет такой хороший зеленой кочечкой смотреться здесь у подстрижена сейчас вам поставлю видео как подстригала покажу обязательно заснято ну и вот так потом сделаю обзор хвойных и расскажу про берески про свои пока не будете настрять внимание это у меня самосевом насеялась лаванда ехера кроваво-красная и вот лаванда как от которой насеялся мой кустик вот лаванда у меня плохо перезимовала пол куста я вырезала вот там видно что лысина такая только на переднем плане но мне в принципе и хватит мне не надо здесь большого куста потому что она мне закрывает тут все вот такая у меня здесь будет красота когда лаванда начнет цвести с одной стороны и с другой и гехерочка гехера долго цветет успеет дождаться лаванду ну и здесь у меня бордюр по бордюру флоксы здесь у меня флокс друзья представьте засох я его поливала поливала но чего-то чего-то он тут у меня ни живой ни мертвый наверно пропадет я так думаю но не переживаю потому что я конечно же на черенку и в следующем году подсажу если что-то с ним если если он совсем пропадет но что-то его что-то ему вообще тут что-то что-то случилось не понимаешь что все остальные вроде как замечательно себя чувствует один только у меня вот такой больничка быстренько покажу смотрите совсем маленький кустик обретая прям вообще совсем малышка очи так так же растет везде метки и это у меня какой-то тимьян тимьянчик такого цвета такой он салатовый зеленый еще есть плохо этот у меня очень тимьян приземовал от кустика вот осталось две веточки но я думаю на растет вот уже пошли новые побеги была такая куртиночка в том году в этом году вот так вот и еще у меня один тимьянчик лимонный тоже плохо так три зимово от кустика остался такая маленькая куртиночка я его после зимы весь обрезала потому что он такой был неопрятный и вот он начал обрастать но я его в том году на черенковала и у меня как бы несколько кустиков этого тимьяна лимонного есть череночники я потом по цветничку рассажу запах от него обалденный я даже вот некоторые ветки ну не некоторые а я его срезаю и беру с собой в баню от него такой аромат прям на всю парную вот люблю лаванду вот этот тимьян очень приятный запах потом в парной завариваю и просто балдею сейчас я вам поставлю видео как я подстригала свой арабис и бересклет вот так вот мой арабис сиреневый выглядеть до стрижки такая вот большая куртина наросла все уже отсвел все практически цветы отсвели и буду подгаривать такими аккумуляторными ножницами ими очень удобно быстро веточки которые у меня после стрижки останутся буду укоренять вам покажу вот смотрите друзья что у меня получилось так как я его обрезала такой подушечкой а был очень большой сейчас эта подушечка у меня нарастет опять будет красивая зеленая пока не очень красивая конечно но она нарастет быстро вот вот так вот смотрите друзья сколько я нарезала много целый тазик с этого кустика и вот столько череночков я сделала вот смотрите здесь у меня одно междоузлия сделаем такой череночек здесь два междоузлия получилось разные черенки здесь тоже два междоузлия вот буду укоренять череночники у меня друзья здесь череночник такая грядочка сделана расположен он на северной стороне дома кто первый раз зашел ко мне на канал рассказывала здесь у меня такой грунт перегной торф о перегной песок и торф завезем такой грунт сюда и вот здесь я укореняю очень хорошо все укореняются смотрите вот так вот я здесь густенько так их расположила я потом если увижу что укоренятся мои росточки может укоренятся ну конечно не все я потом просто по контейнером раз рассажу пока вот так они будут в общей такой массе нет у меня места для каждого черенка у меня тем более три сорта даже не 3 а 4 этого арабиса вот у меня арабис том году на укоренение был поставлен вот укоренился уже такие хорошие кустики это варигатный вот такой вот арабис видите цветет вот такими белыми цветочками надо мне его отсюда убрать уже все следующую партию поставить и знаете как хорошо весной можно вот отсюда с череночника взять и рассадить куда надо бывает такое что в клумбах в цветниках вот в основных не приземут растения а в череночнике зимой вообще хорошо мне тут все можно так с череночника взять и рассадить по местам можно вот так вот с череночника взять и рассадить уже куда надо по местам очень удобно я в этом году с череночника том году корняла флокс после обрезки и весной с с череночника весь этот флоксик практически рассадила потому что у меня кое-где пропал в другие места посадила чтоб на роз хорошо чтобы как бы да хочу весной чтобы было много флокса очень красиво нарядно цветет и очень удобно вот так вот главное не лениться потому что если остается посадочный материал если его выкидывать то все череночки я за любила прижала хорошенько пролила и вот таким колпачком накрыла стоят как солдат и снимая вам уже на следующий день здесь присыпала хвои несколько череночков просто да не хватило мне этой крышки не крышки а контейнера подходит уже они солдатиками стоят это чтоб солнышко не пожгло потому что они сейчас конечно без корней так уязвимый но в том году укореняла без всяких колпачков тоже укоренилась часть у меня череночков какая-то выпадет ну и укореняться тоже большая часть укорениться вот таким способом буду все свои черенки арабиса укоренять а сейчас пойдемте под стрижем с вами белый арабис друзья смотрите вот так вот выглядит у меня белый арабис до стрижки сейчас покажу как я его подстригу как он будет выглядеть после стрижки сейчас такой лохматином очень большую большую территорию занимает было очень много цветов обалденно цвел вот сейчас я его выстригу вам покажу как будет после смотреться смотрите вот так вот теперь выглядит белый арабис после стрижки я его в кучку собрала немножечко как бы до с боков руками прижала чтоб веточки плотно в друг другу все прилегали и вот так не он конечно же больше нравится место сразу стало смотрите какое пространство открылась укоренила я тоже все веточки которые но не все конечно ну побеги которые хорошие такие прям крепкие поставила укореняться также как и сиреневый показывать не буду уже все то же самое так дальше друзья снимая вам уже на следующий день сегодня буду делать обрезку своим бересклетом у меня несколько сортов вот смотрите в этом цветнички такой вот бересклет сейчас ему весь прирост от стригу и будет у меня покомпактней чтоб не закрывал мне здесь не гейхеру не барбарис с одной стороны гейхера посажена другой барбарис и он вот так вот у меня уже разросся надо его срочно привести в порядок и еще у меня здесь вот такой варегатный я его весной подстригла под один уровень но он уже вот как бы до выбился некоторые веточки стали выше но я его тоже буду делать формировать виде шарика и еще вот один у меня здесь бересклет растет тоже весь сейчас прирост новенький от стригу и будет такая куртиночка прям аккуратно а красивая сейчас вот разные стороны вот такой сейчас займусь я работенкой вот он как выглядит до стрижки со всех сторон вам покажу буду опять подстригать аккумуляторными ножницами очень удобно я вам покажу вот так сейчас выстригу есть одну руку не очень вот смотрите результат после стрижки какой стал компактный кругленький хорошенький плотные от стрижки становится бересклет не только хвойные растения уплотняются но и все растения которые стригутся они наращивают больше веточек листиков плотно лица сразу и барбарисик и гехеру стало видно ну здорово так теперь другой смотрите тоже придала ему такую кругленькую форму немножко его по бокам уменьшила чуть-чуть ну замечательно смотрится ну и дальше сейчас я вам покажу где какие у меня почвопокровные растения растут вам покажу цветнику бани здесь еще ничего в принципе не подсажена кроме обрет и вот этот вот это обрет то тоже как поняли да из семян выращена но здесь лучше всего она сохранилась после зимы наросла такой большой куртины так что я спас нею с нее поснимаю точно много черенков и размножу ее там не там совсем ее везде мало а вот здесь она прям разрослась такая хорошенько это же по бордюру флоксов насажаю в этот цветник обязательно и смотрите здесь у меня еще вот такой цветник в этом году появился только только я уже стала в него подсаживать флоксики вот смотрите видите это вот я весной череночника брала веточки и вот так вот по бордюр чеку буду подсаживать чтобы здесь полностью камни закрылись этим флоксом вот и так вот у меня смотрите вдоль забора тоже камнеломки флоксы вот так вот такими куртиночками растут вот локсики вот так вот хочу все здесь пространство засадить флоксами со временем я думаю что это у меня получится какая-то у меня камни ломка здесь пережила зиму а какая-то к сожалению выприла прям такие были кусты камни ломки 10 флокс тоже хорошо так нарос за несколько сезонов вот здесь хорошая камни ломочка большие такие куртиночки он как разрослась у меня примула надо поделить вытащить вык я выкапываю и делю кусты и маленькие куртиночки обратно сажаю вот такие большие я всегда выкапываю не даю разрастаться вот здесь маленькая куртиночка вот еще локсик вот здесь у меня были огромные куртины камни ломки и вот этих куртиночек остались вот такие три кочечки представляете все спрела вот здесь очень долго снег лежал и все спрела но здесь тоже меня ничего пока не подсажена пока и не буду подсаживать сюда вот такое вам сегодня друзья видео все свои почты покровные растения вроде как показала всем кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем всего доброго друзья до свидания а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok